Здравствуйте! На канале ВКТ «Время» новостей о событиях понедельника 7 ноября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. На защите интересов Родины в Сочи отметили сразу два праздника – День народного единства и День военного разведчика. Без рецепта, без имен и без ответственности. В Сочи выявлены аптеки, где специфические лекарства продавали наркоманам. В Сочи обсуждают развитие спутниковых систем навигации, какие системы пополнят ряды ГЛОНАСС, GPS и Галилео. На курорте прошел кубанский марафон. В нем приняли участие более 4000 бегунов из России и зарубежья. Указом президента арбитражный суд Краснодарского края возглавил Алексей Егоров. Сегодня нового руководителя представил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В заседании участвовал и губернатор края. Он отметил, что Алексей Егоров хорошо знаком с регионом. Четыре года работал заместителем председателя краевого арбитража. Сегодня, коллеги, запрос жителей на справедливый суд. Сегодня запрос жителей края на объективный суд. И, поверьте, совсем не гуманный даже, а именно справедливый суд. Сегодня жители хотят быть уверены в том, что именно в суде они найдут защиту. Судебное решение должно способствовать разрешению конфликта, а не заведение его еще в больший тупик. Алексей Евгеньевич, мы все вместе с вами делаем экономику нашего региона, делаем инвестиционную привлекательность и хочу пожелать всем нам успехов и удачи. Понимаю огромную ответственность, возложенную на меня, поэтому приложу все свои силы для того, чтобы оправдать оказанное доверие. Уверен, что работа суда будет эффективнее, качественнее и выйдет на новый уровень. На совещании также говорили об усилении работы судебной системы в крае, в первую очередь по вопросам рейдерских захватов земель и по делам о банкротстве компаний. Сочи отметил День народного единства. На площади у Южного Мола состоялся концерт. Там же вручили благодарности представителям национальных общин. А на сочинском мемориале у городских памятников в этот же день возложили венки в честь Дня военного разведчика. Началось все с автопробега от мемориального комплекса в завокзальном районе. Там возложили венки и цветы. И сюда, к памятнику воинам-интернационалистам, в Комсомольском сквере, участники акции пришли рано утром, чтобы почтить память тех разведчиков, которые погибли, выполняя воинский долг. День военного разведчика отмечается 5 ноября. Это профессиональный праздник российских военных. Для ветеранов это важный день, когда есть возможность еще раз вспомнить и рассказать молодым о трудных буднях разведки. Я думаю, что это очень важно, особенно на фоне сегодняшних событий, которые происходят во всем мире. Сколько создается интриг против нашего государства и как коверкается история в целом. А на площади у Южного Мола в День народного единства ветеранов-разведчиков поздравили глава города Сочи Анатолий Пахомов и герой Советского Союза, первый командир подразделения «Альфа» Виталий Бубенин. В этот день благодарственные письма были вручены руководителям сочинских национальных общин. Благодаря их работе в Сочи всегда в мире и согласии дружно живут десятки национальностей. Мы знаем только одно. Пока мы едины, мы непобедимы. И наш город Сочи этому подтверждение. Город Сочи – это мини-советский союз. Здесь живут разные национальности. Русские, украинцы, армяне, грузины. В течение дня на сцену выходили различные коллективы, вокальные, хореографические. Дети выступали в костюмах разных народностей под всеми любимые мелодии. Я другой такой страны не знаю. Мы с семьей почти 15 лет прожили в Китае и теперь переехали обратно в Россию. И у нас есть такой план проехать по России и Сочи. Как раз был номер один в нашем списке. Здесь же работала выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Каждый из участников старался продемонстрировать свое мастерство. Это свистулька, сделанная своими конечками, руками, без участия, в каких-либо приспособлений. Очень красиво поет. В этот праздник все говорило о единстве, о любви к Сочи, о том, чтобы быть вместе и преодолевать любые трудности. А на пути каждого человека их бывает немало. Но страна непобедима, когда едина. Об этом сочинцам напомнили также на различных праздничных мероприятиях, которые состоялись и во всех домах культуры курорта. День народного единства завершился не только фейерверком, но и пожаром на Донской. Там сгорела машина. ЧП произошло 4 ноября в 23.30 напротив остановки «Юбилейная». Машина выгорела дотла. Прибывшие пожарные локализовали пламя. Пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. За три выходных дня спасатели МЧС четыре раза выезжали на помощь сочинцам. 4 ноября в результате ДТП на автодороге Адлер-Красная Поляна в машине был заблокирован мужчина. Спасатели деблокировали 63-летнего сочинца и передали его врачам скорой помощи. Вечером того же дня поступил звонок от грибников, заблудившихся в районе села Прогресс. Медицинская помощь им не потребовалась. 5 ноября еще одного грибника вывели из леса в Верхнем Буу. Также в ночь с 5 на 6 ноября спасатели искали пропавшего в Верховьях рек Кепша и Адс 38-летнего туриста. Мужчина сообщил, что в результате падения получил травму спины. Сейчас находится на магистральной дороге между хребтами Олег и Адс и идти самостоятельно не может. Двумя группами спасатели выдвинулись к месту происшествия. Обнаружили пострадавшего в районе водораздела рек Кепша и Адс. У мужчины зафиксировано переохлаждение и по предварительному диагнозу травма позвоночника. Для эвакуации с базы МЧС вылетел вертолет. На носилках с использованием бортовой лебедки спасатели подняли пострадавшего сочинца на борт и доставили в город. Там мужчину передали врачам скорой помощи. В Сочи проверяют аптеки. В октябре прошлого года были введены ограничения на свободную реализацию ряда лекарственных препаратов. Тем не менее, некоторые провизоры продолжают продавать медикаменты без рецепта. Об этом свидетельствуют результаты рейдов сотрудников правоохранительных органов и добровольцев общественного движения «Антидилер». В подобной проверке приняла участие и наша съемочная группа. Подставной закупщик показывает сразу на камеру. Купленный препарат и выходит из аптеки. Она находится на улице Конституции. Спустя некоторое время к ничего не подозревающему провизору обращаются сотрудники правоохранительных органов. А зашли проверяющие по той причине, что в прошлом году Минздрав включил ряд лекарственных средств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Их реализация в аптеках допускается только по рецептам. Тот же препарат «Лирика» назначают пациентам, страдающим нейропатическими болями. Однако наркоманы нашли ему немедицинское применение. Есть информация, что его используют, чтобы пережить метадоновую ломку. Тем не менее, это лекарство без рецепта опускают во многих аптеках. К тому свидетельство оперативные съемки. Во время контрольной закупки видно, как другой покупатель прямо в аптеке судорожно вынимает из блистера капсулы. Да и бутылка с водой уже на готове. А провизор спокойно отпускает еще одну пилюлю. Вот у нас сейчас молодой человек у вас приобрел препарат, который отпускается по рецепту врача. Так? Вы не отпускали ничего. Ничего не знаете, об этом не слышали. Правильно? Также без рецепта блистер «Лирики» был продан и в аптеке по улице Воровского. И снова провизор отрицает факт продажи. Но свидетелей есть, есть и видео. И таких фактов за неделю проверок было обнаружено немало. Теперь руководителям этих частных аптек придется понести ответственность. В настоящее время из оборота изъяты лекарственные препараты. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы хотим обратиться ко всем руководителям аптек, не шутить с законом, поскольку данное видительство является преступным. О фактах безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов полицейские просят сообщать по телефону 02. Аптеки обязаны вести жесткий контроль за продажей лекарств с психоактивным действием только по рецепту врача. А родители и педагоги должны убедить детей, что все виды наркотиков, включая спайс, а также сигареты и алкоголь, могут привести к смерти. И даже одна проба может стоить здоровья и попадание на учет в наркодиспансер. А это уже проблемы в дальнейшей жизни, учебе и работе. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Выбор в пользу здорового образа жизни сделали накануне тысячи сочинцевых гостей города. На курорте прошел масштабный кубанский марафон. В забегах приняли участие более 4 тысяч бегунов из России и зарубежья. В 8 утра в центре Сочи тысячи людей со всей России и 16 стран мира. Они надели спортивную одежду, а були кроссовки, чтобы стать участниками крупнейшего марафона. Первая дистанция самая короткая – 2 километра 100 метров. Но именно ее решил преодолеть двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Выбор забега спортсмен обосновал. Две медали и капустометровка – моя коронная дистанция. Самое главное – вывести людей, чтобы они хоть начали какую-то физическую активность. Вот эти две стуны – как раз то самое начало активности. Та самая дистанция, которую может пробежать абсолютно любой человек, который просто встал со стула и попытается двигаться вперед. Присоединился к короткому забегу чемпион мира на коротких дистанциях. Правда, водных – пловец Данила Изотов. На время марафона бегунам отдали ключевые дороги Сочи – морской порт, зимний театр, курортный проспект, Дендрарий. Общая протяженность круга – 10 километров. Поддержать участников пришли тысячи болельщиков. Среди них и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Наши многие сочинцы, которые приняли участие в этом марафоне, они гордятся. Теперь вот ваш коллега Игорь Сизов, он тоже сейчас подошел и похвастался, что он воеводу обогнал на дистанции 2,5 километра. Это же здорово. Ну и воевода теперь задумается, что надо бегать лучше. Опробовали в Сочи новую дистанцию под названием «Марафон на двоих». Это эстафета, в команду которой вошли мужчина и женщина. Каждый из них бежал полумарафонскую дистанцию. Ответственности больше, да, когда бежишь, понимаешь, что можешь подвести товарища. Поэтому стараешься прямо. Варианта сойти нет вообще никакого. До награды добежали около 100 спортсменов. Общий призовой фонд составил более 800 тысяч рублей. Абсолютным победителем марафона стал инженер по профессии Виталий Логинов из Иваново. Свой 48-й марафон он преодолел за 2 часа 29 минут и 4 секунды. Такого результата никто не ожидал. Сочи марафона! Фантастические люди! Возвращение клуба! Ну, ленточки не было. Я финишировал среди бегунов на дистанцию полумарафон. Почему-то они оказались рядом со мной. Я не знаю, как так вышло. Сочинский марафон уже внесли в десятку крупнейших в мире и в тройку самых масштабных в стране. Спортсмены и валерьщики надеются, что ноябрьские забеги станут традицией. И, возможно, тогда кубанский марафон побьет рекорд московского и наберет десятки тысяч участников со всей земли. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Сочи обсуждают развитие спутниковых систем навигации. С 6 по 11 ноября на курорте проходит 11-е заседание Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам. В чем главная цель такого форума, расскажет Татьяна Говоркова. Сегодня представить жизнь без глобальных навигационных систем практически невозможно. Российский ГЛОНАСС, американский GPS или европейский Галилео дают возможность с помощью специальных приборов определить свое местоположение и координаты других объектов. ГЛОНАСС работает по всей России с начала 90-х, но только 7 лет назад ее стали активно использовать для гражданских нужд. Сейчас система успешно применяется на транспорте и в работе оперативных служб. Одним из первых городов, где была опробирована система ГЛОНАСС, стал Сочи. Ее использование дало хорошие результаты во время подготовки к Олимпийским играм. За 5 лет был построен новый Олимпийский Сочи, новые Олимпийские объекты. Мы видели, как благодаря системам навигации можно было осуществлять и контроль, и лабораторные исследования, и многие другие вещи, что в принципе и позволили в столь короткое время, но очень качественно построить Олимпийские объекты. С развитием городов необходимы и обновления навигационных систем. Сейчас создается проект «Эроглонас». Планируется, что к 2020 году весь транспорт будет оснащен навигационно-связными терминалами экстренного реагирования при авариях. В случае ДТП сигнал будет автоматически передаваться в дежурно-диспетчерскую службу. Эта система позволит контролировать всю сеть российских автодорог. О развитии каждой из глобальных систем, их использовании в науке и в различных отраслях мировой экономики уже 11 лет, говорят на ежегодных заседаниях Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам. Мероприятие проходит под эгидой ООН. В нем участвуют операторы навигационных систем ГЛОНАСС, ЧПС и те, кто еще на этапе развития. Это китайская система БИДОУ, а также японская и индийская региональные системы. Основная задача – это доклад о текущем состоянии каждой из систем, о перспективах развития этих систем и обмен мнениями по различным важным вопросам работы этих систем, совместной работы, обеспечение невлияния негативного каждой системы друг на друга и возможности совместного использования этих систем на благо всего человечества. Уже сейчас многие современные гаджеты прошиты на использование нескольких навигационных систем. Это позволяет обеспечить наиболее точную работу. С появлением новых систем и возможностей их совместного применения будет доступна высокоточная навигация в сложных условиях видимости, предупреждения о землетрясении и цунами, появятся новые услуги и возможности. Это и многое другое участники форума обсудят во время заседаний рабочих групп. Итоги подведут 11 ноября. Следующее заседание пройдет в Японии. Татьяна Коваркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи появится социальный центр, который будет заниматься реабилитацией людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом сообщил мэр курорта во время встречи с жителями Кудепсты. Место под него уже определено и там уже начались работы по подготовке территории. Мы нашли место, это будет в самой Хосте. Мы держали это место под детский сад, там старая поликлиника была. Но теперь вместо этой старой поликлиники мы сейчас ремонты там делаем, вот такие небольшие. И это будет место, социальный центр, куда можно будет привезти либо алкоголика, либо бомжа и создаем так называемую некоммерческую организацию общественную, которая будет их принимать. Курировать работу социального центра будет управление профилактикой. Через месяц такая структура появится в администрации города. У нее будет обширный фронт работы. Это профилактика алкоголизма, безнадзорности, тунеядства, наркомании. Новая структура будет заниматься также трудными подростками, профилактикой здорового образа жизни. Обсудили на встрече с жителями Кудепсты и другие актуальные вопросы. В частности, людей волновало состояние дорог, освещение улиц, водоснабжение, требует ремонта и дом культуры. Глава города потребовал от своих подчиненных детально проработать все вопросы и по возможности до конца года их решить. В свою очередь, Анатолий Пахомов попросил кудепстенцев к дню города провести субботник и привести свои дворы и улицы в порядок. Микрорайон Макаренко под прицелом городской администрации. Глава Сочи Анатолий Пахомов лично проверил состояние района. Проблемы традиционные. Большое количество киосков, нарушение парковки и ненадлежащий вид многоквартирных домов. Сотрудники администрации, представители ТОСов и управляющих компаний, в числе те, кто вместе с Анатолием Пахомовым на месте обсуждает пути решения проблем микрорайона. Сегодня это Макаренко. Первыми привлекают внимание торговые павильоны. Вдоль дороги их десятки. Стоят эти ларьки давно, к Олимпиаде их даже ремонтировали. Но сейчас объектам вновь требуется обновление. Речи об их сносе не идет, поскольку, помимо прочего, здесь они выполняют роль подпорной стены. Но приводить порядок придется. Если хотят, чтобы это все осталось, значит, надо привезти, чтобы оно было украшением. Стоят на стекление, красиво сделать. Это вот так, как в Лазаревке. Мы уже здесь, в микрорайоне Макаренко, мы, к сожалению, отстали даже от Лазаревки. По соседству с киосками дорога и ряды припаркованных автомобилей. По просьбам местных жителей, знаки, запрещающие парковку вдоль дороги, недавно были завешены. В результате сразу образовался затор. Здесь очень интенсивно движется общественный транспорт. И теперь часто автобусы попросту не могут разъехаться из-за припаркованных машин. В итоге действие запрещающих знаков в районе остановки Соченко решено восстановить. Обратил внимание глава города и на проблему парковок на газонах. Вот за этими машинами уже выехали эвакуаторы. А тот бордюр, что они разломали, придется восстановить. Мы никогда не наведем порядок, если у нас будут жить такие вот люди. Ему все равно, что... Или же бы у него было хорошо, или же бы он в своей машине, он ее поставил. Чего бы он ее поставил на газоне? В ходе рабочей прогулки к мэру подходят местные жители. Проблем много и в некоторых случаях без вмешательства городских властей их не решить. Как здесь, на Макаренко 39. Железные гаражи на муниципальной земле даже после суда остаются на своих местах. Два судебных решения. Хозяева не убирают принципиально, неизвестно по какой причине. Приставы не работают. Все дело в том, что приставы не работают. Такие объекты не должны портить вид города. Тем более здесь жители планируют на месте снесенных гаражей разбить небольшой сквер. Здесь же принято еще одно важное решение. У детской поликлиники на Макаренко обустроят бесплатную парковку для посетителей. Чтобы до 15 числа они все спланировали, разровняли, защебенили. А еще и хорошо, если будут денежки, я в принципе готов сказать, посчитайте сколько это нужно, чтобы здесь добавить парковок. На машин 100. Общая оценка микрорайона Макаренко удовлетворительна. Тем не менее, есть над чем работать. И это не всегда должны делать коммунальщики. Залог успеха в опрятности района в отношении самих жителей. Я бы рекомендовал жителям микрорайона провести субботники, почистить склоны, вычистить свои дворы. Естественно, сделал замечание директорам школ, что надо привести в порядок территории школ. Обходы районов города тем временем продолжатся. Как показала практика, прогулки мэра по улицам Сочи приносят хорошие результаты. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи начинается новый этап приведения объектов и городских территорий к единому архитектурному облику. Не за горами день города, да и до Нового года – считанные дни. Пора задуматься и о подготовке города к мероприятиям, запланированным на 2017 год, череду которых откроет Кубок Конфедерации. Какие новшества разработаны для оформления Сочи? Об этом шла речь в рамках встречи первого заместителя главы города с директором департамента оформления и дизайна городской среды. К грядущим праздникам в городе разработана дорожная карта, в которой определен маршрут гостеприимства. Ну а цветовая гамма и внешний облик зданий и сооружений на курорте определены еще в 2014 году. Сегодня специалистам остается разрабатывать дизайнерское оформление городской среды. К нему относится и праздничная подсветка. Световые инсталляции и элементы праздничного декора совсем скоро заиграют новыми красками. Ну а эстетично, без использования декораций, должны смотреться сочинские дворы. Вопрос санитарного состояния, как всегда, должен быть в приоритете, подчеркивает первый заместитель мэра Мугдин Чермит. Все дворы среди многоэтажек города Сочи наконец-то были бы приведены в какое-то нормативное, скажем, сносное архитектурное состояние, потому что все эти сараи, гаражи, бараки, все эти халабуды, все эти навесы, которые у нас налеплены и нам остались в наследство еще с прошлых десятилетий, надо за это очень серьезно браться, заходить, как мы это делаем на Дивноморской, просто банально подчистую все это вычищать. Поэтому, пожалуйста, вместе с департаментом архитектуры надо конкретно составить дорожную карту, чтобы каждый глава каждой территории знал и понимал, на что мы их нацеливаем. Намеченная программа на приведение в соответствии 180 улиц имеет конкретные сроки исполнения. Это мая 2017 года. К этому периоду могу доложить, что департаментом оформления дизайна городской среды подготовлено более 60 паспортов улиц по распоряжению главы. У нас имеется закрепление сотрудников департаментов и управлений администрации города. Все рекомендации направлены главам районов. Все надо делать вовремя. Мы с вами сейчас готовимся к дню города. Сегодня на планерном совещании обсуждали, что надо уже сейчас готовить рекомендации по встрече нового года. Вот какие рекомендации вы направляете? Будет заменено световое оформление очень значимого для города места – это пролетарского подъема. Далее мы планируем подсветить очень красивый узел – это мост Ривьера – и наметить световые консоли по улице Политехнической в сторону Бачар-Ручья. Далее хочется сказать, что в подготовку к праздничным мероприятиям дня города включен весь город, получены базовые рекомендации для объектов потребительского рынка по оформлению витрин. Далее по украшению объектов здравоохранения, культуры, кредитно-финансовой сферы – это офисные здания, которые должны в общем контексте оформиться с учетом того, что это общее праздничное строение, которое должны почувствовать все горожане. Ко дню города здания украсят якоря, ракушки, пальмы и морские пейзажи. К Новому году на смену символам курорта придут елочные украшения со световыми инсталляциями. Готова концепция наружного оформления Сочи и крупным международным мероприятиям, в том числе и грядущему Кубку Конфедерации 2017 года. В дорожную карту футбольного праздника войдет 62 улицы, концепция которых будет утверждена на сессии городского собрания Сочи. Ольга Десятого, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. Сочинские молодогвардейцы выбрали новый штаб и руководитель. Оголосование состоялось накануне в рамках конференции местного отделения крупнейшей молодежной организации страны. Прежде чем избрать новый штаб и руководителя, сочинские молодогвардейцы отчитались о проделанной работе за год на их счету федеральные, краевые и местные проекты. Особенно активны оказались молодые политики во время празднования 70-летия Победы. Активисты провели мониторинг состояния памятников, привели их в порядок, поддержали акции «Герои нашего времени», «Сирень Победы» и «Бессмертный полк». Но деятельность членов местного отделения молодой гвардии имеет не только патриотическую направленность. Большое внимание местное отделение молодой гвардии уделяет пропаганде здорового образа жизни. Так, совместно с Управлением молодежной политики города, с января месяца по-настоящему практически каждый месяц с нами проводятся большие антитабачные акции и шествия, в которых принимают участие сотни молодых людей. Молодогвардейцы присоединились и к народному контролю. Вместе с полицейскими они провели десятки рейдов. Следили за тем, чтобы не продавали табак и алкоголь несовершеннолетним. На прилавках были только качественные продукты и по приемлемым ценам. А на дорогах осуществлялась законная перевозка пассажиров. Сочи – город непростой, город особенный. У нас молодежи здесь проживают более 150 тысяч человек. Это целая армия. И, конечно, не так много ребят, к сожалению, в связи с тем, что этот курорт, хотели бы заниматься политикой. Возможно, переломить ситуацию получится у вновь избранного местного штаба молодой гвардии. В него вошли 11 человек. Руководитель остался прежним. Практически единогласно участники конференции проголосовали за Вахтанга Хикланзе. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта. Декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.